Вон он сидит на дереве и неустанно барабанит по стволу. Дятлы – нарушители тишины лесов, которых мы часто слышим, но не всегда видим. Поэтому середина весны как раз самое время для того, чтобы понаблюдать за этими птицами. А еще сосчитать количество ударов в минуту по стволу. Шутка. Вам это вряд ли удастся, ведь дятел стучит со скоростью 20 раз в секунду. От головных болей его спасает особое строение черепа, которое смягчает удары. И несколько причин, почему они стучат или барабанят. Первое – то, что, конечно же, они все добывают себе пропитание под корой. Сейчас весной, например, можно слышать дробь. Так дятлы обозначают свой территориальный участок и говорят другим сородичам, что эта территория занята, сюда, пожалуйста, не летите. Ну и кроме того, что привлекает... Некоторые дятлы прибегают к таким ухищрениям, что они стучат по плафонам фонарных столбов, чтобы эта дробь была более громкая и далеко разносилась. Третья причина – они будут строить себе дупло и там выращивают пенцов. На самом деле, дятлочам интересно то, что они ежегодно строят новые. Они не занимают свои прошлогодние. Польза от такого занятия колоссальная и для других птиц, которые охотно занимают оставленные дупла, и для леса. Под корой дерева обитает множество вредных насекомых, а аппетит у лесных докторов – волчи. В один присест может съесть 900 личинок жуков или тысячу муравьев. Именно поэтому в зоопарках отряд дятлообразных практически не встретишь. Прокормить их или создать условия для самостоятельного пропитания сложно. Зато в природе дятлов можно встретить практически везде, кроме разве что Антарктиды. Всего на территории Беларуси встречается 10 видов различных дятлов. Любой парк в городе Минске, там всегда есть пёстрый дятел. Второй, наверное, вид, который ещё пока не прилетел – это вертишейка. Она тоже любит очень населённые пункты. Кроме вертишейки и пёстрого дятла, более редко в Минске можно наблюдать чёрного дятла, самого нашего крупного. И ещё один редкий, который встречается в городе Минске в виде дятлов – это сирийский дятел. Наблюдать за дятлами удобно и орнитологам, и обычному человеку. Санитары леса не пугаются и не спешат улетать. Правда, певческим голосом эта птица порадовать вас не сможет. У дятлов есть целый набор звуков, которые они действительно издают. Но многие из них, например, это просто такие, как, ну, скажем, как вот мы переговариваемся, как будто ведём беседу, так они между собой могут тоже вот… Обычно называют их «позывка» такую часть, такой вид песни. Столько дел у дятла. Построить дупло, добыть пропитание лесок, вылечить дерево и вырастить потомство. Недаром его называют самой трудолюбивой птицей. О чём стучит дятел этим утром узнавали Алена Чернявская и Андрей Иваненко. Утро. Студия хорошего настроения.